Вместе с представительной делегацией специалистов и руководителей, берущих на карандаш все проблемные уголки, где необходимо немедленно провести уборку или благоустройство, прошла по своему микрорайону координатор ТОС Людмила Назаренко. 8 июля открытие нового сквера на Лермонтово-Азовской. Мы пойдем по вашему микрорайону. Какие у вас есть пожелания, замечания. Все говорите. Алилика Анатольевна, вот эта сторона, это ладно, салока. Я им позвоню, они покосят вот это свое. У них территория за забором, а вот это вот, скверик вот этот. К открытию сквера надо выкосить всю траву вдоль беседок, выровнять грунт, разбив глыбы, завести еще одну машину плодородной земли, спилить сухие деревья, установить урны. За цветами и кустарниками жильцы близлежащих домов ухаживают сами, заботливо поливают жимолостью беседок. Позиция главы, позиция администрации, мы разворачиваемся лицом в сторону микрорайонов, то есть в сторону наших жителей. Курортную часть мы привели в порядок для гостей. Мы все, что в нашей... Естественно, мы не все сделали, да, но максимально стараемся все выполнить. Сейчас поворачиваемся в эту сторону. И весна, осень, до лета, все полностью мы будем работать в микрорайонах. Спасибо большое вообще. Жители очень благодарны. Вот это первая ласточка, которая появилась в нашем районе, потому что со времен советских здесь ничего не делалось. Об этом напоминают и старые убогие лавочки, и выбоины у автобусной остановки. Тротуары обновляются, перекладывается плиточное покрытие. Но сухие ветки деревьев, мусор совсем не украшают пешеходную зону. Ты вообще будешь в своей территории когда-нибудь объезжать или нет? Утопают в зарослях сорняка жилые дома. К тому же СК обращение немедленно покосить. А то, как заросла детская площадка на Крылово 14-16, где безмятежно только кошкам в густой траве, говорит о том, что управляющая компания Колноузова никто из жителей не тревожит, не требует порядка на ней. Складывается впечатление, что владельцам симпатичного магазина и парикмахерской на Лермонтово 80А не очень хочется ухаживать за цветочными клумбами. Сорняку здесь вольготно, а вот цветы, говорят продавцы магазина, не принимаются. ТСЖ Евразия свои дома явно обделяет вниманием. Все здесь, как в старые времена. Да и во дворе у кондитерской «Космос» стихийная мусорка стремится перещеголять ароматы сладкой выпечки не случайно. А почему правильно? Значит, ставьте сюда три контейнера, не меньше. Три, даже четыре. Здесь стояло четыре. Это для чего? Объясните мне. Альтей Николаевич, вы сегодня здесь были? Я была, я хожу каждый день. Раз мы вывозим раз в день, вечером, да? Чтобы это у нас валялось не вот так, не в таком виде. Вообще, где видели в городах такое? Уже такого нет. Ну, как в колхозе в каком-то. Ставьте четыре контейнера сюда, Наташа, металлические. И чтобы этот мусор, он был бы сейчас в четырех контейнерах, его видно не было. Обход третьего микрорайона выявил немало таких мест, где необходимо ремонтировать тротуары, красить и восстанавливать бордюры, обновлять пешеходные переходы. Сегодня санитарное состояние этой части микрорайона неудовлетворительное. Вот просто неудовлетворительное. Значит, принять все меры. Завтра утром, вы знаете меня, я все равно поеду проверю. Чтобы все это повычищали, я завтра утром проверю. Контейнера вы там поставьте, около космоса. Вот это позорище убирайте. Мало того, контейнерные площадки, те, где у нас по муниципальному контракту, побелимся. Пускай побелят. Возьмут и звездки и побелят. Посмотрите, что делается. Это мы на Некрасово еще с вами не ездили.